То, чего так долго ждали все жители Гордеевки, наконец случилось. После ремонта открылся подземный переход, соединяющий эту часть города с московским вокзалом. Теперь пробки на входе-выходе исчезли, внутри убрали торговые точки, все светло и красиво. Некоторые горожане положительно оценивают итоги ремонта. Хорошо, чисто, светло, широко стало, как-то лучше стало ходить. Главное, что чисто и уютно. Хороший ремонт, конечно. Очень довольны. И, в общем-то, самое слава богу, что такое остановило. Но большинство нижегородцев все же остаются недовольными. И есть от чего. Полоса препятствий для пешеходов начинается со ступенек. Скопившийся снег превращает их в непреодолимую горку. И никто такую серую кашу не счищает. Чтобы спуститься без происшествий, многим приходится держаться за перила. Горожане жалуются и на другие нюансы ремонта. Не учли некоторые моменты. То есть на ступеньках не сделали антискользящее покрытие какое-то такое. А так, лестница, она травмоопасная. Ремонт сделано очень плохо, некачественно. И когда во время ремонта мы сколько раз ходили здесь, я сам не строитель, я сам медик. Но вот строительный разговаривал, так похабно не делали, как сделали трассу. Начиная с ступенек. Должен быть какой-то стандарт. Сделали вот такие заходы, люди просто падают. Большие опасения для горожан вызывают трещины на стенах и потолке подземного перехода. К тому же облицовка на стыках выполнена с заметными нарушениями. Кое-где висят оголенные провода от светильников. Хотя пешеходы не замечают этих трещин, они бегут по своим делам, и их можно понять. О последствиях таких нарушений задумывается не каждый. Вы знаете, идешь быстро на работу, я вообще внимания не обращаю. Я трещин не вижу, потому что я его поветаю. Вопрос в том, что как эти трещины потом себя поведут, не будет ли от валют с кусками, это другой вопрос. Сроки выполнения ремонта были неоднократно сорваны. Как поясняют в администрации Канавинского района, всему виной протечка ливневых вод. Сроки сместились из-за просушки потолка и повторной штукатурки, шпатлевки и окраски тоннеля. А ведь деньги на выполнение работ в подземном переходе потрачены немалые, почти 31 миллион рублей. В администрации Канавинского района на наш запрос, когда же устранят последствия такого ремонта, ответили следующее. Трещины на стенах и потолке образовались в местах деформационных швов. Работу по устранению данного замечения в рамках гарантийных обязательств будет произведена подрядной организацией до 15 февраля 2018 года. В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий устранить дефекты по окраске поверхности не предоставляется возможным, говорится в сообщении. Придется ждать наступления весны и устойчивой плюсовой температуры. Мы будем следить за устранением всех замечаний по ремонту. Тимур Хакимов, Михаил Городников, Объективно, ННТВ.